Тёмных пятен в истории советско-финской войны 1939 года должно стать меньше. Например, почему знаменитая финская линия обороны названа в честь маршала Маннергейма и была ли она неприступна на всём протяжении. Два петербургских историка, Евгений Балашов и Кирилл Якимович, несколько лет изучали архивные данные, в том числе и финские. И выяснили, заградительные сооружения начали возводить ещё в 20-е годы прошлого века. Линия обороны была названа в честь главного инженера генерала Энкеля. Сам Маннергейм был категорически против этого строительства, полагая, что средства лучше направить на модернизацию финской армии. Кроме того, историкам удалось узнать ещё немало любопытных фактов. Например, трёхкилометровая линия обороны в районе нынешнего посёлка Запорожское и реки Бурная была самым слабым звеном. Именно там советские войска и начали прорыв линии Маннергейма. Именно там появились первые герои Советского Союза среди солдат инженерных войск. Именно на основе тех событий советский писатель Александр Твадовский написал главу переправа своей знаменитой поэмы Василий Тёркин. Книга ещё не полностью окончена. То есть это первый тираж, который мы фактически его только представляем на суд. Обе книги, которые сегодня первыми увидели журналисты, выпущены пока в так называемых сигнальных экземплярах. Как говорят авторы, после некоторых поправок, в первую очередь технически, весной этого года начнётся плановый тираж.